Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами я, Ларина Сукуева. В эфире заключительный выпуск программы «Якутия. 20 лет в 21 веке». Мы продолжаем анализировать итоги первого 20-летия 21 века и обсуждать с нашими гостями, как изменилась Якутия и какой она вступила в новое десятилетие. Сегодня герой нашей программы «Мама шестерых детей» Екатерина Акимова. Екатерина, здравствуйте! Я знаю, что вы с мужем воспитываете шестерых деток. Это огромный труд. Скажите, как вы справляетесь? Что сегодня для вас самое трудное или, может быть, больших трудностей нет? Да, семья у нас большая. У нас шесть дочерей. Старший из них 26 лет, младший 3 годика. И у нас уже есть двое внуков. И многие говорили нам о том, что почему так много дочерей? Вы, наверное, хотели мальчика. Но мы просто хотели большую семью. Правда, троих детей, но промахнулись. Но, тем не менее, для нас самое главное, чтобы дети были здоровы. Так как у нас двое внуков, и есть уже мальчик в семье, поэтому, в принципе, задача у нас выполнена. В плане трудностей, наверное, как у всех семей, есть какие-то свои бытовые моменты, нюансы. По поводу того, как мы справляемся, у нас дома у каждого члена семьи есть своя роль. То есть каждый член семьи у нас выполняет какие-то свои функции, поэтому в этом плане немножко проще. И также нам, конечно же, помогает бабушка. Когда бывают у нас командировки с мужем, бабушка приходит к нам на помощь. А какие роли исполняют ваши девочки? Вот у старшей, например, у средней. Какие роли? Роль у каждого своя, есть свои обязанности, кто-то что-то конкретное делает. И, помимо этого, еще общая помощь. И, соответственно, все вовлечены в процесс жизни дома, так скажем. Остается ли время на себя? Бывают сложности, но, опять-таки, это жесткий контроль и управление временем для того, чтобы все успевать. Если приходит что-то лишнее, мы это отбрасываем. Мои все знакомые, мое окружение знают, что мне не нужно присылать видео и картинки, потому что я их не смотрю и не читаю. Сразу удаляю, потому что на это нет времени. Поэтому, конечно же, стараемся успевать все. Время для себя в основном вечером, когда всех уложишь спать. Остается время на какое-то обучение, самообразование, на общение с супругом. Но вот хочется сейчас перейти на такой режим, чтобы просыпаться в 5 утра. Вы сказали, что сейчас старшей дочери 26 лет, а самой маленькой 3 годика всего лишь. Если сравнивать условия, в которых вы воспитывали старшую дочь и младшую, изменилось ли с точки зрения поддержки государства для семей? Как сейчас и как было тогда? Что-то изменилось или нет? Начнем с того, что тогда я еще не была многодетной. Я думаю, что сейчас существенно изменилось в этом плане и все равно мер поддержки стало больше. А что касаемо дошкольного образования? Какие изменения произошли в этой сфере? Знаете, я вспоминаю с содроганием те времена, когда не было возможности записаться электронно, как сейчас это можно сделать. И мы стояли вообще в диких очередях в этот дошкольный отдел, чтобы ребенку поставить на очередь в детский сад. Бывало, даже в 5 утра приходили, чтобы вот прям записаться и попасть в этот день, потому что день был, насколько я помню, один вообще вторник для всего этого. И естественно, там творилось что-то невообразимое. Сейчас, конечно, гораздо проще. И вот последнюю дочку, последние даже двоих дочерей мы записывали электронно. И как-то все это легче происходит сейчас. Скажите, какую поддержку от государства вы сегодня получаете и вообще получали до этого? У нас поддержка от государства, значит, у нас льготный проезд на автобусах, льготное питание. Может быть, там сумма не очень большая, но во всяком случае она очень выручает в том плане, что дети, мы знаем, что они у нас сытые всегда в школе. Потом у нас субсидированные билеты, что тоже существенно облегчило жизнь нашу и многих родителей, которые вывозят детей летом куда-то в другие города отдохнуть. Потому что сумма сократилась там прилично. Также мы воспользовались, когда у нас четвертая дочь родилась, республиканским материнским капиталом. И также от государства мы получили федеральный материнский капитал. А как вы распорядились им, этим материнским капиталом? Расскажите. Вот первый, когда мы получали, у нас мы тогда брали квартиру в ипотеку. Поэтому вложили его туда. То есть он существенно снизил наш ежемесячный платеж. А второй, федеральный материнский капитал мы тоже использовали в ипотеку, только в другую квартиру. Поэтому, что тоже нам очень хорошо помогло в этом плане. А вот как отразился прошлый пандемийный год и нынешнее время непростое? Мы, конечно, все знаем, что большая дружная семья это с одной стороны и большая опора, но с другой стороны, опять же, это и ответственность. Вот как ваша семья пережила этот период и какую помощь вы получали от государства именно в пандемийный год? Многие семьи, насколько я, опять-таки, интересуюсь, спрашиваю, у многих семей были проблемы, потому что люди привыкли, ну, не привыкли быть в тесном состоянии таком, да, в семье, в дома. Наша семья, на самом деле, еще больше сплотилась, как ни странно, да, появились какие-то еще большие общие интересы. А так как у нас супруг ушел на удаленную работу, а я, в принципе, работаю онлайн, поэтому, в принципе, в нашей жизни в этом плане особо ничего не изменилось, да. Меры поддержки были от государства в плане пособий, пособий, которые нас тоже, конечно же, поддержали очень хорошо. И потом у нас были еще от школ, пока мы учились на удаленке, продукты выдавали, тоже очень хорошая помощь. А вообще, вот, ну, мы все знаем, что прошлый год показал нам, что важно, да, следить за своим здоровьем. А какой, на ваш взгляд, какие положительные изменения произошли в здравоохранении, касаемо детского здравоохранения? Ну, опять-таки, если сравнивать то, что было ранее, когда мы в поликлиниках стояли в очередях. В живых очередях. В живых, причем в очередях, да, опять-таки, там, помню, день здорового ребенка, это был какой-то кошмар, потому что там мамочки с детьми, все на нервах. Сейчас, конечно же, во-первых, то, что в поликлиниках появились электронные очереди, это уже большой-большой плюс, потому что это экономия времени, это раз. Во-вторых, можно записаться, опять-таки, через медсеть, есть такая у нас, такое приложение, очень удобное. Через госуслуги можно. Через госуслуги, да. Очень удобно, если особенно с утра записаться, после обеда врач уже приходит. За последние несколько лет на федеральном уровне расширены меры социальной поддержки для семей с детьми. Как вы считаете, какой должна стать поддержка для семей через 20 лет? На мой взгляд, смотрите, что значит поддержка? Я вообще очень трепетно отношусь к значениям слов, поэтому слово поддержка я воспринимаю, и даже вот в словаре специально посмотрела, что там написано. Написано, что поддержка это временная мера, чтобы облегчить, то есть не заменить полностью, да, зарплату или какой-то доход родителей, а именно поддержать, то есть облегчить их жизнь. Поэтому, на мой взгляд, в принципе, те меры, которые сейчас есть, они как бы полностью соответствуют вот этому термину, да. Но я бы добавила отдых в лагерях, потому что особенно в нашем регионе, когда дети 9 месяцев, получается, в коробках сидят, да. Сначала в одной коробке в школе, потом в другой коробке дома, да. И, соответственно, редко гуляют, поэтому хотелось бы расширить вот эту вот меру, чтобы дети имели возможность летом выезжать в лагеря куда-то отдыхать. Вы имеете в виду льготы? Да, льготы, да. Хотя бы по оплате, чтобы оно было доступно. А что вы можете пожелать тем семьям, которые хотят стать многодетными, но пока не решаются на этот шаг? Могу сказать, что большая семья, помимо того, что это очень здорово и весело, но это большая ответственность. Поэтому, конечно же, когда родители думают насчет того, чтобы больше детей родить, то, конечно же, нужно просчитывать все возможные варианты, чтобы иметь возможность такую семью содержать. Потому что, опять-таки, отталкиваясь от того, что это меры поддержки, я за то, чтобы родители работали, искали возможности, учились. И сейчас для этого вообще, в принципе, очень благоприятная почва, потому что сейчас все обучение практически онлайн. То есть они свои знания обогащали и, соответственно, таким образом имели возможность дополнительно зарабатывать. Екатерина, в конце нашей программы мы каждому гостю задаем три специальных вопроса. Итак, вы готовы, да? Как вы думаете, какова главная черта настоящего якутянина? Черта характера? Черта характера – выносливость. Далее. О чем никогда нельзя забывать в Якутии? Никогда нельзя забывать в Якутии? Интересный вопрос. Сразу столько мыслей пришло. Первая мысль, которая пришла, это шутка, конечно, что никогда не забывать про теплую одежду зимой. И последний вопрос. Если вы проснетесь в Якутии через 20 лет, что вы увидите за окном? Вообще у меня была мечта еще с детства, чтобы у нас в Якутии появились теплые коридоры, по которым можно было бы зимой ходить между домами. В принципе, наверное, я бы хотела это увидеть. Замечательная мечта. Спасибо огромное, Екатерина, за то, что поделились своим мнением о развитии нашей республики. Эфирное время нашей программы подошло к концу. Я, Ларина Сукуева, с вами прощаюсь. Увидимся на телеканале НВК Саха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин